В СУ потеряли очень много военных, сильно измотаны, далее им совсем тяжело продолжать военные действия. Прежде всего, нужно сказать, что в Пентагоне, допустим, не питает никаких иллюзий по поводу того, что зимой может наступить какое-то затишье. Считается, что затишье не будет, будет вестись активное боевое действие. Ну и в зависимости от погоды, температуры, наступление может произойти или начаться или же в зимний период, или в весенний. Что было сделано американцами для подготовки этого наступления? Ну, я не знаю, обратили ли вы, дорогие друзья, внимание или нет, но за 10 месяцев войны западные союзники совершили, ну, я бы даже сказал, подвиг эпических размеров. Они кардинально перестроили рынок углеводородов, который до этого создавался 50 лет. Они фактически отрезали Российскую Федерацию как поставщика от этого рынка. И вот в феврале, в принципе, этот цикл подойдет уже к своему завершающему моменту, этапу. Повторяю, он создавался 50 лет предшественниками Путина в Кремле в том числе. Это было величайшее завоевание Кремля. Ну, и вот нынешний сиделец одним ударом в результате поехавшей крыши все это разнес в дребезги. Запад перестроил это. Значит, это проявление, могут мне сказать, ну и что, подумаешь? Нет, не подумаешь. Это экономическая война, которая идет один, параллельно, горячей войне, и еще непонятно, кто быстрее сломит хребет Мордору. Потому что, ну, считается, есть такая расхожая мысль, что страну-обладателя ядерного оружия на поле боя победить невозможно. Это неправильно. Советский Союз потерпел поражение в Афганистане. Соединенные Штаты терпели поражение во Вьетнаме. Я бы не сказал, что они потерпели поражение в Афганистане, потому что там было не военное поражение, а в конце, в принципе, такое геостратегическое, но тем не менее. И все-таки, все-таки окончательный кол в гроб, как Советского Союза раньше, а теперь Мордора, должно, скорее всего, нанести поражение в экономической войне. Второе. Соединенные Штаты стремительными темпами второй раз за 30 лет кардинально реформируют свой военно-политический комплекс, военно-промышленный комплекс, и сейчас его затачивают именно под Украину. В первой половине 1994 года, 1994-1995 год, тогдашний министр обороны в администрации Клинтона Перри собрал совещание руководителей предприятий военно-промышленного комплекса США. Тогда их было 51. И он им сказал, ребята, война холодная закончена, сворачивайте свое производство и укрупняйтесь, сливайтесь. 50 одного предприятия не будет. То есть, это был удар, удар почти смертельный по всему военно-промышленному комплексу США. К февралю, 24 февраля, февралю этого года, вернее, прошлого года, к началу российской агрессии, из этих 51 предприятий осталось всего 5. 5. То есть, 10%, 90% было пущено под нож. Закрывались американские базы по всему миру. Из Западной Европы выводились танки. Короче говоря, это был погром военно-промышленного комплекса. И вот, в связи с российской агрессией, сейчас происходит возрождение военно-промышленного комплекса. Возникает новое предприятие, заключаются контракты, запускаются новые линии с долгосрочными целями, направленные на производство тех видов вооружения и боеприпасов, которые нужны для Украины с дальним прицелом. Минимум на 5 лет. То есть, речь идет не просто о победе над Мордором в течение ближайшего года, но и той ситуации, которая сложится в Европе и на границах России с Украиной после этого. Ну, есть такая хорошая фраза, он, конечно, сукин сын, но он наш сукин сын, да, и делать мы с ним ничего не будем. Как вы можете оценить прогноз? Поскольку мы с вами начинаем 23-й год, Гиркин Стрелков, российский террорист, дал прогноз на 2023 год. Вот этот цитат. И Кубань будет оккупирована, и Сочи будет оккупирована, и Крым будет оккупирован, и не только. Все, что будет вкусно, цитата, уважаемым западным и не только партнерам, все будет оккупировано, сказал он. А вот давайте спросим у жителей Сочи и у жителей Кубани, хотят ли они, чтобы их оккупировали. И я не исключаю, что там очень многие скажут, что мы хотим, что нас уже достали эти сочинские чиновники и кубанские чиновники, которые грабят нас десятилетиями, которые отбирают в Сочи, в Краснодаре землю, квартиры, дома, десятилетиями. Просто вот захотел чиновник, мэр, вице-мэр, какой-нибудь глава района, получил от кого-нибудь взятку, от какого-нибудь нового застройщика, и он подает иск в суд о том, чтобы снести этот дом, который давно построили, продали квартиры. Люди со всей страны купили эти квартиры в Сочи, в Краснодаре, везде, но у них отбирают. Это массовое явление. Я таких репортажей наснимал в Сочи, в Краснодаре, просто вот это ролики, которые собирали у меня миллионы в России. И вот если мы спросим у этих людей, у которых все это отобрали, и у тех, у кого не отобрали, но типа торпеда прошла мимо, хотите ли вы, чтобы вас оккупировала Украина, чтобы Запад вами управлял, чтобы вы дальше управлялись так же, как Украина? И я уверен, что большинство скажет, да, да, хотим. А дальше давайте спросим у жителей Калининграда, хотят ли они, чтобы их присоединили к Германии и назвали опять Восточной Пруссией? Как вы думаете, много народов в Калининградской области проголосует за то, что да, верните нас в Германию, хотя мы русские? Хороший вопрос, правда? Я вас подвожу к тому, возможно ли вы можете проанализировать или спрогнозировать распад России после победы Украины, или это на сегодняшний момент невозможно? Да, возможно, просто непредсказуемо. История очень быстро развивается. Самый верный прогноз, который наверняка сбудется, это такой консервативный, о том, что Украина освободит свою землю, а Россия останется вот такая закукленная в своих границах, никуда там не распадется, и будет там такой же режим Путина, может быть с Путиным, может быть без Путина, но те же самые габбисты будут так же все это держать. Вот это прогноз, который дают большинство во всех сферах, на фондовом рынке, в финансах и так далее. Это прогноз, который с наибольшей вероятностью сбудется. А развал России это экстраординарная история. Она может произойти? Ну, конечно, может, война идет. Ну, вообще непредсказуемо. Вот, может быть, через неделю сейчас замерзнут дороги и степи, и ваши танки пройдут до Мелитополя, не встречая сопротивления. Может такое быть? Может быть. За этим может последовать распад России? Да и легко. Глеб, действительно, вы правы, потому что многие военные эксперты говорят, что вот эта вот угроза Беларуси или открытие Второго фронта, это для того, чтобы именно вооруженные силы Украины не пошли на юг и не докупировали юг. И вы, кстати, тоже, видите, с этим согласны. Скажите, вот Пригожин, Кадыров, зачем Путину их усиливать? Потому что Путин награждает Кадырова постоянно. И, по сути, Пригожин создал не только частную военную, скажем так, компанию, но, мне кажется, это какая-то политическая уже структура, и он очень сильно усиливается. Для чего? Зачем? Ну, для Путина это как бы система сдержек и противовесов, чтобы, типа, генералы не слишком о себе думали. Но генералы о себе ничего уже не думают. Генералы, по-моему, все просрали, извините за выражение, что можно, и поэтому, что им все думать, какие сдержки и противовесы. Но, как бы Путин, привыкший хранить яйца во всех разных корзинах, да, у него всегда есть противоречия между ФСБшниками и армией. Окей, но пусть будет еще между ними вот эта вот хитрая структура вагнеровца. И вот Пригожин. То, что он усиливается, но это не то, чтобы Путин его усиливает, а Путин ему разрешил. Пригожин сам хочет быть публичным политиком, и у него это хорошо получается. Посмотрите, вот сегодняшнее свежее видео, где Пригожин выступает перед зеками и рассказывает им, ну, если у вас оторвало ногу, ничего страшного, мы найдем вам работу хорошую, сапером будете. Но если снова оторвет ногу, мы вам новую приварим. Ха-ха-ха, смеются вокруг него зеки. И смеются таким, знаете, смехом рабов. Подписывайтесь на канал и не пропускайте новые видео. Пишите комментарии и делитесь с друзьями. Мы также будем благодарны за поддержку нашей работы на Patreon або других зручных платформах. Реквизиты в описании к видео.